I have ways of blowing things off. Здесь вы будете жить, отсюда вы будете руководить. Список, прикрепленный к левой стене, даст... А, список, прикрепленный к левой... Я думал, что это двоеточие, а не запятая. Ладно, забейте. Даст доступ к инвентарю и экипировке. Прямо по курсу. Магазин, где можно купить и продать вещи. Матчи, в которых можно поучаствовать, доступны у правой стены. Продолжить. Там была галочка «больше не показывать», ну ладно. Список. Здесь вы можете нанимать людей и управлять снаряжением. Нажмите «Управление» или дважды щелкните по персонажу, чтобы увидеть его снаряжение и навыки. Здесь же имеется доступ к вашему арсеналу. Вербовка даст новых героев, управляемых вами. Меняйте их, чтобы каждый имел время на отдых и лечение. Ага, фига себе. Ладно, я что-то не ожидал такого. Ладно. «Наем» даст персонажей, которые могут сражаться на вашей стороне. Пожалуйста, это были шаги. Или вместо вас. Некоторые из них могут предлагать разные услуги. Смерть. Первомоментно. Относитесь к бойцам бережно. Спасибо. Ранг неумеха. Это я. Так. А «Наем» и «Вербовка»? «Создать». А «Назад». Погодите. «Анаем». «Гридан» у нас есть с мечом. И «Кортик» это у нас. «Кинжал». Умеет он отражение от каст-атаки быстро. Есть немедленное продолжение удара. Я, кстати, себе тоже это же умение вкачал. В щитах у него отражайте больше ударов пока. Ну, давайте. А есть далее? Интересно. Офигеть. Ну ты и чувак. Крестоносец такой прям. Блин, он очень прокачанный. Вы что? 49 монеты. Стоп. А сколько у меня денег? Вот это что такое? Оплата. Ну, тот очень дорого стоит, дядя. Я так понимаю, что я не могу его нанять, да? Сейчас посмотрим. А есть далее. Кейсин. Ага. Ага. У тебя на броне есть? А, я еще и могу им качать что-нибудь на выбор. Ой, блин, у меня такой щит был. Прикольно. У него копье и средний щит. Так, хорошо. Есть. Ритиш? Ритиш, серьезно? Так. Давайте. Я хочу нанять вот это. Я, если пеню, у меня сейчас это не получится, но я такое нажму. Нанять. Не хватает средств. Отлично. Тебя я нанять могу? Не хватает средств. Просто замечательно. У меня, по идее, сейчас вообще нифига нету, да? Да, то есть, и тебя тоже нанять не могу. Все, супер. Отлично. Закрыть. Просто, да. У нас в инвентаре, инвентарь показывает предмет, который вы носите. Спасибо. Вещи, надетые вне арены, не переносятся в бой. Чтобы экипировать предметы для боя, вы должны воспользоваться экраном управления для каждого ранга. Предусмотрена своя экипировка. Понял? Понятно. Ага. Ой, блин. Итак. Здесь вы можете просматривать, выбирать для участия текущие матчи. Выберите матч из списка. Перетащите персонажей, которые будут в нем участвовать, в список справа. Затем нажмите кнопку «Войти». Для участия в матче персонаж должен соответствовать требованиям ранга. Он же определяет, какую экипировку можно использовать. В матчах высокого уровня зачастую более опытные и закаленные бойцы, но за победу в них вручаются более крупные призы и повышается боевой опыт. Понял. Хорошо. Доступно. Это я пойду против. Это кулачный бой. Это дуэль. Мне интересно, что вот это монетки такие или... Блин, я вообще пока без понятия, что происходит. В магазе, по-моему, тоже пока что бесполезно. Знаете что? А давайте я просто чуть-чуть исследую сначала то, что здесь творится. Просто хотя бы посмотреть. Эй, на голову одень, погоди. У нас тут традиция. Вот так, вот так. Ладно, чуть-чуть не налазит. Хорошо. В секретаре ничего нету. Баночки, бутылочки. А, все-таки упало. Так, тут у нас по нужде можно сходить. Гребешочки есть, причесаться можно, да? Я продать не могу гребень, чтобы там получить за него какие-нибудь копеечки, не? Стул не могу продать, например. Знаешь, приходишь к торговцу на каменных щах. Говоришь, чувак, я хочу продать стул. Но это же мой стул. Но ведь я его нашел. Но ведь он стоял у меня. Но я его нашел первым. И все. Так, ладно. Я так понимаю, что все это пусто. Это все бесполезно. Все находится здесь чисто для антуража. Ну, ведь антураж и антуража. Правильное ведь ударение. Хорошо. Не будем сильно зацикливаться. Стол. Нет, я на самом деле все равно все прошмонаю. Мне интересно. Так, 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 так. А тут темно, кстати. Тут ничего нету. Ладно. Я не знаю, зачем я сейчас нож одел. О, а тут что? Ведь он в бой-то не перенесется, правильно, этот нож? Тут можно потренироваться. Все, у меня есть шлем. Мне по голове не прилетит. Блин, он все равно падает. Ладно. Мне бы факел так по-хорошему. Да, я понимаю. Вы сюда пришли смотреть, как начнется арена. Я хожу и лутаю всякую фигню. Вот, но как бы без этого-то интересно же. Я тут первый раз вообще. Я сюда еще не заходил. Даже этот режим ни разу не запускал. Блин, такие длинные, пустые комнаты. Знаете, что самое интересное? Когда мне предлагали вначале выбрать экипировку, то штаны и куртка, вот эта кофта у меня были одинаковые. А сандалии мне предлагали вот эти. Ну, туфли какие-то. И сандалии. И сандалии были очень-очень хиленькие, очень-очень простенькие. Я не понимаю, зачем. Это просто для невнимательных, что ли? Что ты можешь взять случайно что-то хуже, чем... Ну, я взял те, которые получше. Посмотрим. Вряд ли это прямо сейчас мне так пригодится. Ой, это сундучок. А сундучок пустой. А тут просто сундучки стоят, да? Они все пустые, скорее всего. Это для бойцов. Видимо, тут у меня будут жить ребята, которых я буду нанимать, что ли. Это вообще моя таверна. Да, это так, кто как бы жил корзиноголовую, если бы он не свалился в ту дыру. Нажмите F. За корзиноголовую. Который. Кстати, раз уж мы в экзамене, это все один мир, одна игра. И я могу здесь, находясь в арене, говорить все равно про игру. Так ведь? Это будет довольно справедливо. Так вот. Много раз мне говорили о том, что в то место, куда я хотел попасть, в него можно попасть. Но другим способом. Э, стоп. Интересно, а дрова будут гореть или нет? И там... Ну блин, они же все берутся, прикиньте. Давайте мы все на год вперед сожжем. Превратим костер в черт знает что. Блин, я не могу ближе придвинуть, жаль. Вот это вот один из таких маленьких досадных недостаточков. То, что я бы хотел придвинуть сейчас поближе. Но у меня это не получится. Потому что это максимальное приближение. Так. Хорошо. Тут. Тут заперто. Супер. Тут. Заперто. Отлично. Ко мне, значит, никто не придет. Наверное. Если у кого-то не будет ключ с той стороны. Да хорош. Блин, только что коленку себе отбил к черту. Ладно. А тут у нас что? Пришли подра... А, это у нас центральная комната. Пришли подрацать и занимаемся исследованиями. Хорошо. Все. Я, в общем-то, наверное, где-то как-то готов, да? Продолжен. Наверное, знаете, что сейчас? Хотя нет. Значит, для участия в матче персонаж должен соответствовать требованиям. Да-да-да. Выберите матч из списка. Перетащите персонажей, которые будут в нем участвовать. Список справа. Затем нажмите. То есть, я сначала выбираю здесь. А потом выбираю вот здесь. И говорю войти. Вы собираетесь ввести в игру своего героя. В случае гибели вы потеряете весь прогресс. Да, я знаю, но у меня нет денег, чтобы кого-либо нанять. Понимаете, в чем прикол? А! Не роняй меня! Ах, вот это мне по голове-то прилетело! Я разучился драться, но она меня сейчас убьет. Ах, вот это было сейчас неплохо. Ах, ну все, понятно. Не, ну я так полагаю, что мне придется переначинать и переначинать, пока я привыкну ко всему тому, что здесь происходит. Мне в матч идти сейчас бесполезно. Потому что я не вылечусь, меня тупо убьют. А давайте, кстати, может пусть убьют. Зачистка, драка. Так, ладно, больше не показывать. Кулачный бой, тварь! А, мне нужен новичок. Мне нужен неумеха, да? Неумеха. Ну давайте вот это. Да, да, я знаю. Ну даже если убьют, ничего страшного. Я начну новым. Это не проблема. Да блин, почему что... А, это все на всех. А, уйди! Мне нужно длинное оружие. Он просто наотпашь меня задел и все. Все, я понял более-менее в чем нам надо участвовать. Так. Ну мне не годится как бы с таким... Минуточку, у меня хилок столистый что ли больше. Я как-то лечусь за время или что, или где. Давайте посмотрим. Так, во-первых, выход. Во-вторых, арена. И в-третьих, новая карьера. Ну, надо было поэкспериментировать. Да, у нас будет этот же чувак. Так, да, далее. Одеваем мы его абсолютно так же. Наверное, возьму-ка я ему длинное оружие. Этот тесачок, конечно, хорошая штука. Но длинное оружие, наверное, сейчас будет предпочтительнее. Вот о чем я вам говорил. Смотрите, есть вот сандали. Есть вот ботинки с покрытием. Гораздо лучшим. Я не понимаю, зачем мне тут предоставляют сандалии. Ну, ладно. У тебя баланс очень хороший. Ну, дробящий очень маленький. Импульс очень маленький. Ты с импульсом хорошим. Ну, по сравнению с вот этим вот. Вот эта штука, по-моему, получше. Но оно чуть покороче. Давайте попробуем с вот этим оружием начать. Нам будет чуть подлиннее. И потом попробуем у кого-то что-то отобрать. Ну, вот, да. Этот же навык. Берем, создаем. Все мне более-менее ясно, понятно. Значит, перетаскиваем. Так, стоп. Неумеха, неумеха. Двое на двое. У нас для неумех сейчас только два. Зачистка и двое на двое. Давайте попробуем двое на двое. Я не против. А почему я не могу войти? А, я могу войти только сюда почему-то. Ну, ладно. Так, пожалуйста, вот это мне больше не показывайте. Я прекрасно осознаю, что я делаю. Чувак мне... Сходу красного урона нанес. Неплохо. Что у тебя тут было? Стой, вот этот твой топорик, да? Так. Режущий. Что за очки? Полтора. Старый топор. Давайте я его, кстати, и возьму. Нормально. Попробуем с этим помахаться. Может, у тебя еще и одежечка была неплохая? Ууу, сапожки как минимум лучше, чем наши. Это я одену. Спасибо. Тут жилет. Жилет пойдет поверх. Это я знаю. Это хорошая вещь. А как ты слился с такими шмотками? Покрытие. Туника. Бла-бла-бла. Так, бой. Ууу. Да, блин, прекрати, больно же. Ууу. О-о-о-о-о-о. Вот это он меня достал. Ай, блин, больно. Это он меня молотком, кстати, забил, да? Что ты там присел? Он еще и ногу на него поставил. Ну, короче, да, тут проверка жестенькая. Вот это все. А, у меня ничего не осталось, да? То есть мне нужно было именно зайти и зачистить. Хорошо. Давайте еще раз. И заодно проверим, каким образом у нас персонаж регенится или нет. То есть, если дать ему какое-то время. Кулачный бой, вызов. Давайте на кулачный бой сходим. Посмотрим, как это происходит. Я еще никогда... Ни с кем на кулаках-то не дрался. Если что, у меня в жизни-то в два раза меньше было. Ну, кулаки очень сильно выбивают именно выносливость. Ну, не выносливость, имею в виду. То есть, они попадают прям сильно. Нет, похоже, наш персонаж все-таки чуточку лечится от боя к бою. Давайте, может быть... Дуэль, залепители. Ну, двое на двое я не могу, потому что у меня нету второго персонажа. Если бы у меня был... Я понял, почему я не могу. Давайте в дуэль. Если бы у меня был второй персонаж... Ай! Ай, да хорош! Да ну блин, у меня жизни-то изначально меньше. Ладно, я понял, в чем прикол. Хорошо. Жизни у меня изначально меньше. И поэтому, даже когда наношу хорошие удары, все равно меня выбивают очень быстро. Окей, я понял. Сейчас. Я так понимаю, что нужно именно как-то хорошо более-менее начать. Или что-то такое. Нет, я вполне понимаю, что это я еще. Ну, бас такой. Так, драка, схватка. А разница между дракой и схваткой? В схватку я не могу пойти, а в драку могу. Вот в чем разница. Пойдем. А, драка это все на всех. Ну, хорошо. Вперед, ребят. Я подберу последнего. Так, одного я сложил. Хорошо. А с чем ты был? С каким-то крюком? Я, наверное, пока что со своей оружием, со своей оружием похожу. А-а-а-а! Ай, блин! Да зачем ты мне сходу-то красный урон? Да, блин, он быстрее меня... У меня палка подлиннее. У него меч. Поэтому он такой опасный. Ну, до свидания. Отлично. Так, я могу собирать трофеи. Вот тут получилось неплохо. Во-первых, и я сыграл неплохо. Я своего чувака укатал. Ну, своего, который... Моя пара, так грубо говоря. Так, баланс, режущий, импульс. Давайте, наверное, с вот этим вот... Похожу. Оно неплохо так смотрится. А во-вторых, тут у людей есть вещи, которые неплохо бы позабирать. Хорошо. Вот этот дрын, я не знаю... Ну, не дрын, а эту штуку мне оставить. Не оставить. Она вроде как длинная. Но... Дробящий, колющий. У моего прута импульс получше. Хотя фиг с ним. Может, у меня будет какой-то напарник, которому я это загоню. Так. Вот сейчас получилось довольно неплохо. Откровенно прям неплохо. Сапожечки можно обнести. До свидания. Вот. Интересно, что я с этого получу и кого я с этого смогу нанять. А у тебя что было? То есть... А, такой же крюк. Понятно. Капитан Хрюк. Я, в принципе, не особо хочу сейчас драться с длинным оружием, потому что это немножко не мое. Поэтому я, наверное, возьму себе среднее. Что-то ботики какие-то. Да, ну не. Спасибо. Этот кувалда меня еще интересует. Написано дубина. Я ее тоже, наверное, возьму. Много, не мало. Давайте, знаете что? У меня же есть запасное оружие-то. Давайте я на запасное возьму... Какие у тебя показатели? Дробящий один, дробящий... Наверное, возьму вот эту кувалду. Она хоть это, но это. Посмотрим. Может быть, что-то и выгорит. Хорошо. Поехали дальше. Выход. Надо в драки залазить, потому что... Хорошо. Где я могу свои деньги-то посмотреть? Не скажете? Список... Да, да-да-да, продолжить. Управление. У меня управлять-то особо некем, да? Здесь вы можете управлять персонажем и тренировками. Ранг дается за каждые два натренированных навыка. Он отображает сверху рядом с именем бойца. Ранг. Неумеха. Я понял. Каждый боец имеет экипировку для каждого ранга. Если вы будете пользоваться, войдя в матч этого ранга, выберите ранг, все-все-все, понял. Очки ограничивают экипировку каждого ранга. Тоже понял. Спасибо. Так. Навыки. Но я чуть-чуть что-то себе, кстати, поднабил. Хорошо. Наем. Где я могу свои деньги посмотреть? Вот что мне интересно. Вот этого я могу нанять? Не хватает средств. Выход. Закрыть. Где я могу свои, собственно, средства-то посмотреть? и минуточку а почему у меня почему у меня трофеи не остались серьезно я не могу с арены забирать трофеи а как мне общаться с торговцем а вот так просто странно здесь вы можете покупать и продавать а покупать продавать сюда перетащите вещи которые хотите купить из магазина правую панель на продажу а левую а из магазина в правую панель вещи на продажу в левую то есть хотите купить правую а продать вы это немножко нелогично ладно вы можете осмотреть предметы перед покупкой перетащив их на куклу героя обратите внимание что к некоторым элементом применяется ограничение ранга. Вы должны достичь твоего... Тратьте сразу, но разумно. Даже несколько слоев простой одежды могут обеспечить отличную защиту. Понял. Хорошо. У меня есть два белых и 10 бронзовых. Два серебряных и 10 бронзовых. Так я понимаю? Два серебряных и 10 бронзовых. А чтобы нанять самого простого... Да ну, это 3 золотых. Это как-то дофига. 4 золотых. 3 серебряных и 1 бронзовая. Он даже без оружия, блин, бедняга. То есть ему надо еще оружие покупать. 5 золотых. 3 серебряных. Ну, блин, даже чтобы бомжа какого-то нанять, нужно 3 серебряных. У меня их нету, поэтому придется... О! А красный урон-то вылечился, значит я все-таки лечусь потихонечку. Окей, будем знать об этом. Зачистка... Да поехали, чего же мне... А, вот мои деньги, кстати. За это я получу... А, плата за вход есть еще. Ух ты ж. Ага, ага. Все, пойдем. На, по горбу. Это он... Это он по мне ударил. Я думал, что это... Я ему в ногу так зарядил. На! Хух. А почему я не могу, кстати, забрать какие-то вещи с собой? Ну, то есть... Ай, по почкам! Ай, по почкам! Это... Ему по горбу влетело. Ай, блин, он мне прям в лицо! Да, блин, я снул! Надо восстановиться. Он меня сейчас убьет, как бы, одним ударом, если что. А-ха-ха! Блин, ну да. Все, я вас понял. То есть, получается, я сейчас зашел... Три... Три этих, бронзы, да? Три бронзовых монетки. Есть дуэль. Но и за него дают один. Да, кстати, я зашел и просрал три. Хорошо, есть кулачный бой. В кулачный бой не хочу идти. Пойдемте в дуэль. у нее короткое оружие надо держать ее на дистанции но все да блин жалко что я трофеи то брать не могу это печально у них хорошие вещи у них какие-то эти ну блин ладно вот драка поехали за я уже даже могу кого-то нанять пойдем я хочу в драке поучаствовать сейчас они там заколбасит кого-нибудь он чувачок с топором на тебе по голове а ты тоже деваха нет давай давай нападай на нее дайте я то тут причем прикинь мне на покориком в голову а почему двое на меня то вы чё о спасибо ах блин я же 2 было и вот это было сейчас печально я мог выиграть я мог да ну вы чё ладно я могу кого-то нанять здесь так ну-ка наем да блин даже какой-то бомж один золото стоит 7 серебра 6 серебра 3 золото 4 золото не могу я никого нанять ладно получается нужно подождать пока я восстановлюсь что ли ну то есть я не знаю кстати я восстановлюсь или нет ну в прошлый раз мне это кстати восстановила немного жизнь знаете если есть еще одна драка да давайте я схожу потому что я могу оставаться в сторонке пока не друг друга лупатят я не полезу сейчас да у меня мало хп но я могу выиграть в этом колбасе друг друга пожалуйста а я поговорю с победителем потому что у него будет примерно столько же жизни сколько у меня на тот момент да я знаю что я крыса я знаю что это подло ну а чё ещё делать блин у нас с ним одинаковые оружки остались блин нет 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 ну-ка да мой хитрый блин план сработал я выиграл я еще и скилл себе получил спасибо блин что я могу броню хочу ли я броню оборону уверенность своей брони позволит вам проводить атаки получая удары актив защищайте пробелы слабо место в броне наверное может вот это так что у нас тут есть по боевым навыкам у нас есть ложные замахи быстрая атака отказ такие и быстрое парирование продолжение так и после парирования так проницательность кстати маги то мне тут нету да ой блин это центровка это не то ну какая там кнопка у нас была маги нету блин ладно давайте знаете что сделаем сделаем двигатель быстрее не взирая на тяже доспехов сделаем вот это вот себе сейчас потому что но я надеюсь что я когда-нибудь смогу что-то кого-то что-то где-то одеть так ты у нас стоишь 7 на тебя мне не хватит да да не хватит воин странный короче да воин тут один золото этот стоит ты у нас стоишь 7 тоже пошел и все-таки дорогие пусть даже с вилами но черт побери дорого 6 меня немножечко раздражает что я не могу нигде посмотреть свои деньги пока не за блин там такие доспехи классные пока не зайду в магазин или что у меня 4-4 давайте в еще одну драку сходим я получу еще одну если выигрывать с учетом если выиграю получу еще одно серебро у меня будет пять серебра вперед ребят не стесняйтесь давайте за драками наблюдать реально смешно в этом это махайтесь пожалуйста ко мне только подходить не надо о кого-то грохнули по моему сейчас там будет 4 человека еще кого-то грохнули ох как чуваку прилетело то блин вот эта дамочка раздает прям смотрите она уже сколько два три человека уфигачила блин ох красиво у нее хорошо мало хп оставалось да уж штаны можно снять сапоги можно снять у все можно снять понятно выход так они все таки мне блин в жизни это восстанавливается потихонечку есть кулачные двое двое на двое и вызов драка давайте драка новичок может быть сходим для неумехи да смотрите призовые 4 уровень новичок а уровень неумеха и ранг неумеха а тут уровень новичок и ранг неумеха ну убьют так убьют к черту пойдем блин тут чуваки уже с оружием дерутся если чо я тут с дубиной с этим спрутом каким-то еще и с половиной хп вообще хорошо да может забрать потом у кого-нибудь что-нибудь посмотрим просто урон который я сейчас буду наносить будет вообще никакущий вон одного ушатали второго ушатали в отлично давайте идите друг другу и чем дрался топориком я не вижу нифига а а топорик меня сейчас выручил потому что если бы я был с дубиной я бы на таком близком расстоянии ему бы нифига не прописал бы окей окей тут я тут я вытащил чисто что поменял топорик фух так что у меня теперь с деньгами 99 серебряных у меня 9 серебряных значит пора бы мне кого-нибудь нанять я так понимаю да по крайней мере к если у меня будет наемник ой блин 12 золотых фигаси чувак ты дорогой а 15 золотых но вы посмотрите на этого вася он же прям железная машина оплата это в смысле один этот забой что ли ну с молотком 7 до 1 золотой посмотрим мне просто интересно как вся эта механика будет сейчас работать Вот это тыкательный персонаж. Я тыкательного, наверное, не хочу. Вот это вот с длинной клюкой и доспехами 6,6. У неё неплохие навыки, кстати. Давайте, может, вот эту возьмём. Хотя, может, со щитом тоже тема будет. Давайте, может, с молотком и со щитом. Где у нас там была эта барыня-сударыня? Нет, дружище, ты у нас... Араната... Араната... Да, вот она. Давайте наймём... Так, хорошо. Закрыть. И теперь, чтобы мой основной персонаж отдыхал, мне нужна драка. И мне нужна вот эта вот девушка. Посмотрим. Всё, да? Получается, у меня 1 серебряный и 11 бронзовых. Сейчас ещё 3 бронзовых я отдам за победу. Но если что, мне это аукнется одним серебряным. А где... А где мой персонаж? Я её выставил в кулачный бой, что ли? Минуточку, мне её одеть надо было. Вот это мой персонаж, да? Я так понимаю. Ни фига себе, она двоих в кулачку раскатала. Блин, только давайте вы её убивать не будете. Офигеть, она всех раскатала. Это же мой персонаж, да? Я так понимаю. Это сейчас было с стороны, конечно. Да, мой персонаж тем временем лечится. Значит... Значит, погодите... То есть, если... Здесь вы можете управлять снаряжением и тренировками. Ранг даётся за каждую... Да, это я знаю. Блин, я... Далее. Вот, да, наша девушка. Нужно ей... А почему я не могу... Отдать ей её же инвентарь? Нет, 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 отмена. Какой выгнать? Вы чё? Я чё-то не понимаю, да? То есть... А! Почему я ей щит не могу отдать? Это... Это очень... Не очень, на мой взгляд. Навыки, которые у тебя есть. Арсенал. Хорошо. Так, 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 так. Вербовка. Закрыть. Я так и не понял, почему... Я не могу... Что мне? Три серебряные. Там у нас есть зачистка. Двое на двое есть. Давайте посмотрим, как это. Арана, кандидат. Блин, а наш кандидат! Фига себе! Вот почему она такая крутая. Всё. Всё, я понял. Да, вот я ей дал молоток. Стой! Стой! да ладно ее тоже уфигачили вы серьезно как я думаю я был уверен что она справится ну типа кандидат джиж дуэль давайте я на дуэль наверное сам схожу пусть она подлечится а дуэль я наверное вытащу мне кажется посмотрим главное не подставляться подставился да блин он тычет меня и у него есть жилет он меня слил понятно блин у меня сейчас шанс как-то не очень кстати а все повезло он мне очень хорошо тыкнул прям солидно так у меня опять пол хп осталось что у меня по деньгам у меня по деньгам 35 и девушка это миночку она берет оплату за драка на эксперте есть фига себе плата за него посмотрите какая двое на двое знаток кандидат непонятно она берет плату за бой я так понимаю да то есть один одну бронзу за один бой все я понял ладно ребятушки давайте тогда в любом случае денег нанять нового персонажа у меня сейчас нету мои персонажи сейчас оба покалечены интересно как они будут восстанавливаться в оффлайне и будут ли они восстанавливаться в оффлайне посмотрим вот давайте наверное тогда пока что на этом закончим у нас такая произошла знаю такое произошло знакомство с ареной посмотрим как да что да где ну и будем сюда возвращаться естественно потому что ну интересное местечко ничего не скажешь вот попробуем достигнуть каких-то высот в этой карьере ау ты главное себе щас бошку не открути этим путиком вот и все будет хорошо вот все ребятушки тогда пока что на этом все спасибо что были с нами всем удачи добра-бобра всем молодушек всем покеда а